Корейская война немного забыта потому, что была зажата между Второй мировой и войной во Вьетнаме. Но смертоносный конфликт Холодной войны был чрезвычайно важен, а также полон множества весьма странных происшествий. Вот некоторые из самых странных событий, имевших место быть во время Корейской войны. Из всех главных игроков в Забытой войне, Дональд Николс был тем, кого Америка изо всех сил пыталась забыть. Его способности к языкам и полное отсутствие совести помогли ему завоевать расположение южнокорейского президента Ли Син Мана. Холодный и расчетливый Николс сделал себя незаменимым для вооруженных сил США и Южной Кореи во время войны. Благодаря перебежчику из Северной Кореи, у которого были украдены военные кодовые книги, Николс располагал средствами для расшифровки сообщений врага и мог мешать их операциям. Но вместо того, чтобы поделиться этой важной информацией со спецслужбами, он сформировал собственную группу взломщиков кодов, сделав себя крайне важным человеком как для США, так и для Южной Кореи. Из-за того, насколько он был важен, Николс буквально избегал наказания за убийство. Когда подчиненные не соглашались с ним, он выталкивал их из самолетов и лодок. У него даже была перестрелка со своими же агентами. Но после войны армия США настолько устала от Николса, что на него надели смирительную рубашку и подвергали электрошоковой терапии несколько месяцев. Если надо залатать пулевые отверстия при отрицательных температурах, то и риски – просто находка. Благодаря нелепой случайной путанице морские пехотинцы обнаружили этот забавный факт в ходе самой ожесточенной битвы Корейской войны. Как подробно описывает History, в первые месяцы войны силы Северной Кореи были настолько малы, что генерал Дуглас МакАртур предполагал, что к Рождеству всё закончится. Но затем китайские войска неожиданно вступили в бой у водохранилища Чосин в Северной Корее. Морпехи позже ненавистно окрестили этот район «Замороженным» Чосин. Морские пехотинцы не смогли сокрушить северокорейских коммунистов. Их загнали в угол 100 тысяч китайских бойцов в горном регионе, где температура достигала минус 40 градусов, и они предприняли 112-километровое отступление. Пулевые ранения застывали от ужасного холода, а ледяные трупы использовались в качестве мешков с песком. Патроны кончались, и войска потребовали сбросить с воздуха боеприпасы для 60-мм минометов под кодовым названием Tootsie Rolls. Однако радистка по ошибке в срочном порядке заказала одноименные ириски. Зато морские пехотинцы выяснили, что они могут растопить конфеты Tootsie Rolls во рту и сделать своего рода шпаклевку, которая залепит пулевое отверстие в оборудование, когда замерзнет. Эта изобретательность позволила им выполнить свою миссию и уничтожить несколько китайских дивизий. Прежде чем мы углубимся в это, важно помнить, что НЛО – это неопознанный летающий объект. То есть наблюдатель просто не понимает, что за летающую штуку он видит. Хотя загадка этой штуки до сих пор не разгадана. Как сообщает History, в 1951 году войска, дислоцированные примерно в 96 км к северу от Сеула, описали, что видели тыквенный фонарь, который летел прямо с горы. Очевидцы утверждали, что аппарат мог парить и излучал оранжевый, а затем сине-зеленый мигающий свет. Попытки сбить его бронебойными пулями приводили к непредсказуемому движению корабля. А прежде чем улететь, он выпустил световые волны, которые якобы вызывали ощущение сжения и покалывания. Через три дня все в отряде были так больны, что не могли ходить – у мужчин была диагностирована любимая всеми военная болезнь – дизентерия. Однако бывший ученый НАСА посчитал, что их симптомы соответствуют радиационному отравлению. Некоторые предполагали, что солдаты стали жертвами луча смерти, а другие – что стресс вызвал галлюцинации. Однако если это так, то у 42 свидетелей были пугающе похожие видения. Переговоры о прекращении огня начались в 1951 году, и, как сообщала Atlantic, Северная Корея отчаянно хотела выглядеть сильной. Во время одного сеанса ведущий переговорщик от Северной Кореи на протяжении 2 часов и 11 минут просто смотрел на вице-адмирала США и молчаливо курил. Помимо прочего, ножки стула для представителя США были укорочены, чтобы переговорщик Кореи выглядел выше. Но ситуация стала крайне абсурдной, когда северокорейцы заметили, что флаг ООН на столе переговоров больше, чем их флаг. Так что Северная Корея принесла флаг побольше. Затем Южная Корея подняла ещё больший флаг, вызвав исторический конфликт, который отлично мог бы описать Зигмунд Фрейд. По данным Independent, Северная и Южная Корея продолжали соперничать, пока их флаги не перестали помещаться в конференц-зале. В конце концов, Южная Корея установила столб высотой в 100 метров, а Северная Корея ответила ему шестом высотой в 160 метров, который некоторое время был самым высоким на Земле. После прекращения огня в 1953 году Америка и Северная Корея сохраняли почти бескровную враждебность друг к другу. Однако в 1976 году они оказались на грани полномасштабной войны после разногласий из-за дерева. По данным Atlantic, 12-метровый тополь, расположенный в демилитаризированной зоне, не позволял наблюдательному пункту командования ООН видеть КПП. Так что капитаны армии США попытались обрезать дерево. Северная Корея отвергла эту идею, и печально известный воинственный лейтенант Пак Чул предупредил, срезанные ветви будут бесполезны, ровно как и вы после того, как умрёте. Капитаны продолжали обрезку, поэтому Пак приказал 30 северокорейцам убить их, и нападавшие забили их до смерти. США были возмущены, и госсекретарь Генри Киссингер настаивал на атаке северокорейских казарм. Президент Форд выбрал грандиозную демонстрацию силы, получившую название Операция Пол Баньян. Американские авианосцы вошли в Корейские воды, и Северная Корея ответила полной боевой готовностью. Суровое испытание закончилось тем, что сотни вооруженных солдат США и Южной Кореи собрались в демилитаризированной зоне, чтобы контролировать обрезание дерева, в то время как тяжело вооруженные северокорейцы наблюдали со стороны. В 1960-е годы демилитаризированная зона не оправдывала своё название. Как сообщает BBC, не особо демилитаризированная зона была усыпана минами, а сражения между северокорейскими и южнокорейскими войсками были обычным явлением. Сержанту США Чарльзу Дженкинсу было поручено поддерживать несуществующий мир, но его мысли были заняты войной, а именно войной во Вьетнаме, которая, как он опасался, станет его следующим пунктом назначения. К 1965 году положение дел в демилитаризированной зоне было ожесточенным, и Дженкинс не мог справиться с такими обстоятельствами, опасаясь, что он может стать причиной гибели других солдат. В панике он перебрался в Северную Корею, которая, как он надеялся, отправит его в Советский Союз ради амнистии. Но Северная Корея держала Дженкинса у себя. Его удерживали против воли, постоянно пытали, а также рассматривали как полезный инструмент пропаганды. Его даже заставляли сниматься в северокорейских фильмах. В конце концов, он женился на японской медсестре, похищенной правительством Северной Кореи. В 2002 году Япония организовала её освобождение, а два года спустя Дженкинсу разрешили уехать. После того, как он сдался военной полиции США, его судили за дезертирство и приговорили к 30 дням тюремного заключения. – Ты думаешь о себе как трейдером? – Нет. Если я был трейдером, я бы хотел вернуться. Во время войны в Корее северокорейский диктатор Ким Ир Сен организовал похищение примерно 84 тысяч южнокорейцев, поскольку он стремился восполнить массовое бегство, произошедшее при оккупации Японией Корейского полуострова. После Второй мировой войны Япония была вытеснена, образовалась Северная и Южная Корея, а новые испеченные соперники соревновались за то, чья земля сможет утвердиться в качестве законной родины корейского народа. После перемирия 1953 года Северная Корея продолжила свой проект принудительного переселения, по сути похищая южнокорейских рыбаков. Это продолжалось десятилетиями, и агентство Reuters сообщило, что Южная Корея почти не признавала похищение людей, опасаясь рассердить своего злобного северного соседа. Между 1977 и 1983 годами Северная Корея также похитила от 20 до 100 японских граждан, часто увозя их с родины в мешках. Заключенных заставляли обучать северных корейцев выдавать себя за иностранцев для шпионских организаций или самостоятельно проводить шпионские миссии. Американский сержант Дженкинс, о котором мы упоминали ранее, заявил, что в Северной Корее действует программа разведки шпионов, в рамках которой заключенные производят межрасовых детей с корейцами. Согласно Scientific American, признание вины заставляет людей чувствовать себя слабыми и смущенными, а извинения перед кем-то часто рассматриваются как уступка контроля. Однако в 1968 году Америке пришлось проглотить свою гордость и извиниться перед Северной Кореей. Согласно National Public Radio, северокорейские силы атаковали USS Пуэбло. Судно-шпион, выдающее себя за корабль, проводивший экологические исследования недалеко от Северной Кореи. Один член экипажа был убит, а остальные 82 американца были заключены в тюрьму и подвергались пыткам в течение 11 месяцев. Чтобы спасти свою команду от казни, капитан-лейтенант Пит Бухер признался в шпионаже. Помимо заявления Бухера, Северная Корея потребовала извинений от правительства США. Это был дипломатический удар для президента Джонсона. Он пытался, но не смог запугать Северную Корею, чтобы она освободила членов экипажа, которые нашли несколько интересных способов попунтовать. Однако война во Вьетнаме нарастала, и было лучше иметь раненую гордость, чем ещё больше раненых солдат. Таким образом, американский переговорщик подписал письмо с извинениями, устно отрицая его легитимность. Тем не менее, Северная Корея сохранила захваченный корабль в качестве трофея. История агрессивных жестов Северной Кореи длинная и безумная. Страшно то, что у Северной Кореи есть от 20 до 60 единиц ядерного оружия. США попытались обуздать ядерные амбиции страны с помощью санкций и осуждения, но было сложно убедить их после того, как США разрушили Северную Корею и десятилетиями угрожали ей ядерным оружием. Большая часть Корейской войны велась при президенте Трумэне, который подверг атомной бомбардировке Японию во время Второй мировой войны. В 1950 году он даже думал сделать то же самое с Северной Кореей, и, согласно журналу Air & Space Magazine, ему это почти удалось. Чтобы показать, что он не шутит, Трумэн провел пресс-конференцию, на которой объявил, что сделает все ради победы – даже скинет ядерную бомбу на врага. Он даже приказал имитировать атомные бомбардировки и разрешил генералу использовать ядерный вариант, если тот сочтет его необходимым. Вместо этого Америка использовала сотни тысяч взрывчатки, согласно Newsweek, и начиная с 1958 года США развернули ядерное оружие в Южной Корее на 33 года, чтобы сдерживать Север, как сообщает Bulletin'у в Atomic Scientists. Опасаясь вторжения США, северокорейский лидер Ким Ир Сен в 1980-х годах начал попытки создавать ядерное оружие. В Корейской войне погибло огромное количество людей. По данным History, это число составляет около 5 миллионов, а Корея потеряла около 10% своего гражданского населения. До 2000 года официальное число погибших в США составляло 54 246 человек, и эта цифра была высечена на граните Мемориала ветеранов Корейской войны. Но она была слишком завышенной. И не с моральной или философской точки зрения. Фактическое число погибших составило 36 516 человек. Так что официальная цифра завышена почти вдвое. Согласно Washington Post, из-за непонятной канцелярской ошибки, которая, судя по всему, осталась незамеченной, в число погибших вошли американцы со всего мира. Однако снижение количества смертей оказалось спорным, так как некоторые ветераны Корейской войны посчитали, что это обесценивает и без того недооцененные жертвы тех, кто сражался в забытой войне. Корейская легенда гласит, что Первое королевство на полуострове было основано человеком по имени Дангун, чей отец был Царем Небес, а матерью была Медведица, которая превратилась в красивую женщину после того, как провела 100 дней в пещере, избегая солнечного света. Южнокорейский профессор Чон Йон Хун объяснил, что поскольку Дангун предусматривает чувство общего происхождения и культурного единства, Дангун – это основа для корейцев, которые чувствуют необходимость стремления к гармонии и единству. Это неуловимое воссоединение оказалось немного более достижимым в 2018 году, когда лидеры Северной и Южной Кореи встретились и вместе посетили мифическое место рождения Дангуна. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про исторические конфликты, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!